добрый день дорогие друзья сад это произведение искусства и эту картинку рисует каждый садовод по своему усмотрению сегодня хочу показать вам как можно преобразить свой сад делая буквально некоторые действия как можно добавить место в саду не удаляя растения а просто их формируя обрезая придавая им форму ну и немножко изменяя их внешний вид то есть из кустарника можно превратить в кустик на штамбе из простой туи можно сделать такие формы которые в принципе если покупать стоят очень дорого но если мы делаем сами своими руками это и дешево и красиво и в придачу это что-то свое то что сделали только вы и нет ни у кого другого это тоже конечно большой плюс я сегодня сижу на лестнице не просто так потому что лестница сегодня мой большой помощник и благодаря ей я буду сегодня творить очередную красоту в своем саду приглашаю вас поучаствовать в моем творческом процессе производя очередную формировку очередную стрижку я занимаюсь не только стрижкой формировкой но и прочисткой кроны после зимы в любом случае некоторые веточки подсыхают но и конечно же и некоторые хвоинки в том числе а нам дорогие друзья хочется видеть своем саду идеальные и здоровые растения что касается форм виде бонсай либо него те это тоже можно сделать самому и данные растения тоже нуждаются в очистки формировки даже если вы купите сразу готовая бонсай деревца кустик в любом случае вам нужно за ним ухаживать а это очень увлекательный процесс в моем саду все пустарники стригутся формируются я очень люблю этот процесс смотрите как выглядит сад пока он еще не подстрижен а буквально закрыл окошечко открыл окошечко и уже красота растения ровненькие аккуратненькие любо дорого посмотреть как и человек после стрижки так и пусть и после стрижки выглядит просто изумительно сама не люблю подстригать это барбарис спиреи даже скумпии да в принципе любой кустарник он поддается стрижки формировки и за счет этого мы получаем намного больше места саду более ухоженный аккуратный цветник ну и открываем обзор другим растениям даже форзицию смотрите как можно формировать переплести ножки и получим красивый штамбик пузыреплодник точно так же моем саду растут несколько сортов как дьявола с темной листой листвой так и желтолистный пузыреплодник это я формирую оставляю больше ножек можжевельники туи все это можно формировать и придавать свои интересные и красивые формы в этой контовке у меня растут различные кустарники и их всех я тоже подстригаю форме шарика чтоб они сидели красивой одраночкой когда зарастают конечно смотрится более неопрятно хотя тоже достаточно неплохо а так выглядит уже после стрижки и опять дорогие друзья это еще не стриженная зона а буквально щелкну пальчиком и вот результат размер моего участка вместе с домом госпостройками всего лишь 10 соток а в саду у меня сидит больше тысячи различных кустарников и если бы я их не формировала уже давно не было бы места в саду от слова совсем и мне очень нравится как смотрится растение которое переплетенные подстриженные сформированные какой-то формой они добавляют какую-то свою изюминку в сад меняют внешний вид растения просто местами до неузнаваемости любое растение когда мы формируем передаем какую-то форму мы действительно его видоизменяем и не все даже узнают что это за растение даже обычная плодовые кустарники либо деревья я тоже формирую и придаем свою форму мне очень нравится именно сад после стрижки так открываются растения которые цветут сейчас можно любоваться их внешним видом наслаждаться яркостью красок а если это все они формировать получается просто какая-то каша-малаша есть такие растения которые достаточно формировать буквально пару раз за сезон им и им этого достаточно но есть такие например как бузина она очень быстро наращивает свои веточки листочки черешочки и ее формировать нужно достаточно часто чтоб сохранить в идеальном внешнем виде бузину я подстригаю действительно дорогие друзья каждые две недели для того чтобы был красивый ровный формированный штамбик шарик и вот эту вот бузину я вырастила из маленького череночка буквально за три года смотрите какое уже огромное просто дерево просто сформировано по-разному один у меня штамбик идет просто на одной ножки 2 на трех ногах а это калина морщинистая его хакуранишики тоже нам тоже можно формировать по-разному это черенок посадила буквально осенью и в этом году я уже начинаю ее трудить вертеть ну вот на данный момент выглядит так а эту красавицу я сформировала уже на штамбе тоже кстати ножки переклетая уже одну зиму у меня этот штамбик перезимовал достаточно удачно и красиво вышла на в этом году зимы а так выглядит передняя зона уже подстриженная каждое растение занимает свое почетное место выглядит аккуратненько ровненько и изящно дорогие друзья всем спасибо за внимание если есть какие то вопросы пишите задавайте или может вы хотите снять чтобы я сняла какой-то отдельный обзор по определенному виду спрашивайте всем пока